Продолжение следует... 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 Диуретики, нейролептики, антидепрессанты. Результаты фиксируются в первичном опроснике МОРСа. Какие меры по снижению риска падений мы организуем в нашем стационаре? Обеспечение достаточного освещения во всех местах пребывания пациентов, обеспечение безопасной среды во всех местах пребывания, устранение препятствий на пути потенциального передвижения пациентов. Это даже те же провода, скажем, на полу. Стулья и кушетки, предназначенные для пациентов, должны быть устойчивыми. Двери в неиспользованных помещениях должны быть закрыты на замок. Лестницы оборудованы перилами и также лестницы с нескользкой поверхностью. Все вспомогательные средства, используемые в отделении, должны быть исправны. Их техническое состояние постоянно контролируется и проверяется. Наличие контрастной маркировки ступеней и противоскользящих контрастных полос. Далее, то, что касается именно мест пользования наших пациентов, то есть оборудование туалетов поручнями с обеих сторон, установки высокого унитаза, оснащение душевых комнат противоскользящими покрытиями. Далее, если мы еще оцениваем пациентов, и выявляем высокий риск падений таким пациентам в нашем стационаре, одевается на запястье оранжевый браслет с номером, который также в электронной истории болезни фиксируется. Для возможности потом, скажем, какой-то статистики, сколько таких пациентов, маломобильных, поступило в наш стационар. По мере возможности мы размещаем таких пациентов в палату, ближайшую к посту. На дверь палаты наклеиваем оранжевый знак, для того, чтобы можно было сразу увидеть, что там находятся такие пациенты. Историю болезни пациентов промаркировать оранжевым цветом. Далее. Что мы стараемся, скажем, предотвратить профилактику, провести именно риск вот этого падения, снизить? Мы обеспечиваем таких пациентов кнопкой вызова персонала, стараемся совершать обход палат, где находятся такие пациенты с высоким риском чаще, особенно ночью и в период пробуждения. Стараемся, чтобы эти пациенты у нас находились на кровати, где есть боковые ограждения, можно их будет поднять. Обеспечиваем сопровождение пациентов на процедуры и обследования. И также проводим дополнительные обучения. С целью улучшения качества оказания медицинской помощи и обеспечения комфортного и безопасного пребывания наших пациентов у нас утверждены чек-листы эффективности реализации регламента по профилактике падений, а также чек-листы для внутреннего аудита эффективности этого регламента. Ответственные лица осуществляют проверку эффективности реализации в приемном отделении, в рематологических отделениях на основании чек-листов и в соответствии плану проверок. Вот так вот кратко изложила такой, скажем, небольшой раздел. Это как профилактика падений, но готова ответить на вопрос, если у вас таковы имеются... Продолжение следует...